Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего 17 метров. Такое расстояние отделяет дом Галины Паладюк от контейнерной площадки. Помойка появилась одновременно с новостройками напротив. Такое соседство не только не устраивает женщинам, но и не соответствует санитарным нормам. Согласно им, расстояние должно быть не менее 20 метров. Больше всего жительница опасается прихода тепла. Вонь летом, будут пищевые отходы, крысы будут бегать, рядом детская площадка. По словам местных жителей, помойку возвели наспех. Специально для утилизации строительных отходов новостройки. Оперативность работ отразилась на качестве. Мрачную картину дополняет и качество контейнерной площадки. Не прошло и года с момента сдачи в эксплуатацию. А это чудо строительной мысли уже можно успело списать в утиль. За месяцы борьбы с мусором у своих окон Галина успела обратиться в различные инстанции. Среди них Роспотребнадзор и архитектурный отдел администрации Иркутска. Там женщине сообщили, что контейнерная площадка включена в план генеральной застройки. По генеральному плану застройки, вот так мне сказали в архитектурном отделе, вот я звонила. Там Лариса Николаевна есть такая. И она мне сказала, по генеральному плану. Генеральный план застройки и местоположение помойки четко не регламентируют, а только подтверждает ее присутствие. То есть, управляющая компания приняла у застройщика контейнерную площадку, которая изначально не соответствовала нормам. Этот факт заинтересовал Роспотребнадзор. Его специалисты в феврале выдали управляющей компании постановление об устранении нарушений и выписали штраф в 10 тысяч рублей. Однако он не уплачен до сих пор. Кроме того, мусорка находится слишком близко не только от жилых домов, но и от детской спортивной площадки. Это также противоречит санитарным требованиям. Согласно нормам СанПИН, контейнерная площадка должна располагаться не менее 20 метров от детских и спортивных площадок. Органам местного самоуправления по данному адресу разрешения на установку контейнерной площадки не выдавалось. Сейчас борьбу с контейнерами и нелегалами продолжила специально созданная комиссия. Если она докажет, что есть нарушения, управляющая компания будет обязана устранить их за свой счет. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас.